Вот они, современные последователи Икара. Разумеется, взмыть в небо, удерживая в руках крыло в 21 веке, в разы проще, чем во времена древних греков. Мифологический герой, как мы помним, плохо кончил. Он просто ничего не знал о сверхлегкой авиации. Примерно 10-15 минут и странная, на первый взгляд, конструкция перемещается из автомобиля в поле. Минимальная сборка на месте, потом развернуть крыло, распутать стропы, шлем, очки и в небо. Это последовательность действий уже опытного пилота. И последние уверяют, что наука полетов на парамоторе настолько легко постижима, что справится любой желающий. Этот аппарат, на котором мы летаем, он весит до 115 килограмм. И по федеральным авиационным правилам летательные аппараты весом до 115 килограмм не требуют регистрации, сертификации. Пилоту не обязательно иметь пилотское удостоверение для того, чтобы проводить полеты самостоятельные. Василий Дьяченко с парапланом на «Т» без малого 20 лет. Руководит видновским клубом «Парамотор». Его Василий о горожане видит в небе на городских праздниках. Рассказать на пальцах, а потом и показать, как работает машина, может за пару занятий. И не только ничего не понимающему в авиации новичку, но и опытному спецназовцу. Мастер спорта международного класса. Трудно себе представить человека у нас в стране, который знал бы о парамоторах больше, чем Василий. Занятие полетами на парамоторе сегодня – это прежде всего увлечение. Да, при желании можно даже получить спортивный разряд или удостоверение пилота. Но говорить о наличии профессиональных спортсменов пока не приходится. Нет людей, которые зарабатывали бы на этом виде деятельности. Но тем не менее пилоты выезжают на международные соревнования, завоевывают там определенные регалии, звания, привозят домой кубки. Собираются клубы всевозможные парапланерные со всей нашей страны и из-за рубежа на едином поле. Совместные полеты, совместный отдых. Сергей Клеменченко – сторожил клуба «Парамотор». Летает 4 года и в тандеме с любовью. Любовь – это жена. В ее личном зачете 38 полетов. Сама себя называет почетный пассажир. Не смогла долго с земли наблюдать за полетами мужа. Однажды в студенную пору решилась сама. Я взлетела, минус 17 было. Да. Реснички волевые, не зимой. Но в небе там теплее, чем на земле. Это вау, круто! В миру это люди с вполне земными профессиями. Сергей, например, специалист в области автотранспорта. Все свое свободное время и он, и жена, и дети отдают полетам. Говорят, что увлечение вполне по карману для среднестатистической семьи. Я вам скажу такую вещь. Она будет, наверное, звучать достаточно банально. Но когда я узнал стоимость снастей для рыбалки, я понял, что у нас не самый дорогой вид спорта. Техника не для самого дорогого вида спорта обойдется вам приблизительно в стоимость хорошего автомобиля. Специальной физической подготовки не требуется. У кусочка неба, в которое вы будете взмывать, должно быть официальное разрешение для полетов. И все. Никакой специальной подготовки для того, чтобы совершить ознакомительный полет, не нужно. Кроме того, что мне выдали вот такой шлем, перчатки, комбинезон. И установлена специальная связь с пилотом. Я сейчас очень хорошо слышу, что он говорит, даже как дышит. Но, в общем-то, и все. Я готова. Далеко или высоко, к слову, близ Москвы улететь не удастся. Так называемое воздушное пространство класса «Ж». Справа аэропорт Домодедово, слева Внуково. Совсем рядом Оставьево. Самолеты летают низко. Потому подниматься выше, чем 250 метров, не разрешено. Что касается страха, то, поверьте, когда машиной управляет двукратный чемпион мира сверхлегкой авиации, ничуть не страшно. Да и потом, из всех видов экстремальных развлечений это самое безопасное. Даже если, что вряд ли, мотор заглохнет, вы продолжаете мягко парить в небе. Несколько секунд назад мы приземлились. Я еще даже не успела отстегнуться. Пилот, конечно, хулиганил. Василий, признайтесь, вы хулиганили? Вы водили меня по каким-то горкам и между деревьями. Я доставлял вам максимальное удовольствие, чтобы вы ощутили возможности мотопараплана и, собственно, поняли, что это всего лишь навсего воздушный мотоцикл. Воздушный велосипед вы назвали это? Ну, велосипед, да, велосипед между деревьев, а когда мы набирали высоту, это уже был мотоцикл. Да, а как называются фигуры, которые мы выполняли в небе? Мы с вами сделали небольшую спираль на взлете, мы сделали горки и полетали слалом между деревьев. Это то упражнение, которое есть в классических соревнованиях, когда пилоты летают между вешек. И, собственно, вот то, что мы с вами делали, это не что иное, как элемент из соревнований. Да, ну не стоит говорить, конечно, что непередаваемое ощущение. Если есть какая-то возможность сделать то, что сейчас сделала я, обязательно попробуйте. Татьяна Кременецкая и Алексей Иванов, Видное ТВ.